10-0. Открытие Атомиады принесло первую победу в копилку саровских спортсменов. Наши хоккеисты обыграли Заречный. Всего за звание лучших в этом году сразятся семь команд из городов в присутствии госкорпорации «Росатом». Зимние Атомиады в Сарове проводятся в 12-й раз. На мероприятия съезжаются лучшие спортсмены городов в присутствии госкорпорации «Росатом». В этом году мероприятие приурочили ко Дню российской науки. За звание лучших будут бороться семь команд из Москвы, Заречного, Санкт-Петербурга, Соснового Бора и Сарова. Спортсмены будут соревноваться в хоккее, баскетболе, волейболе, дартсе, шахматах, лыжных гонках и палеотлоне. Дорогие друзья, поздравляю вас. Спасибо вам праздникам. Хочу пожелать вам зрелища, соревнования, очищенствовать звездам ваших граждан. И, конечно, нам нужно, чтобы победился здесь с праздником. Граждане, в чьих петербургах встречаются с нами, в соцсетях земли, в русских гражданах и сахарах атомной войны. Знаю, что многие из них в последних гражданах уверены, что у вас есть друзья, которые живут в эстетическом мире. А то меня встречают в предприятиях, которые вас разделили в эстетическом мире. Мы уверены, что у меня есть граждан. Атамиады, Райдов, высокие дружбы и благородного, мы верим в счету. Успех вам и победу! Основным преимуществом нашего города в конкуренции за звание столицы Атамиады стало наличие современной развитой спортивной инфраструктуры, которая позволяет проводить состязания по разным видам спорта в удобном для зрителей и участников формате, а также имеющийся успешный опыт проведения как зимних, так и летних Атамиад в Сарове. Открыли Атамиаду хоккеисты из Сарова и Заречного. Наши спортсмены обыграли гостей со счетом 10-0. Начало Атамиады – отличное. Ирина Вашегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Всероссийский турнир по самбо в памяти заслуженного тренера России Виталия Карловича Михайлова пройдет 21 февраля в Ледовом дворце. Организаторы соревнований – воспитанники тренера. Виталий Карлович Михайлов, заслуженный тренер Российской Федерации, много лет воспитывал в юных сыровчанах силу воли, любовь к здоровому образу жизни и умение побеждать. Под его наставничеством тренировались более тысячи спортсменов. Среди них легенды мирового спорта Максим Тарасов и Олег Доктаров. В августе 2022 года тренер ушел из жизни, но оставил большой след в истории Сарова. В память великого тренера подопечные Виталия Карловича решили организовать всероссийский турнир по самбо. Этот турнир мы решили провести в таком интересном формате. То есть у нас будут и юношеские схватки по спортивному самбо. Это ребятишки 10-11 лет, весовой категории до 35 килограммов. Будет восьмерка сильнейших. Это чемпионы своих городов. Будет у нас чемпион Сарова Максим Качев, будет у нас чемпион Кстова, чемпион ВЫКСы, чемпион Чебоксар, чемпион Рыбинска, чемпион Казани и будут два спортсмена из Нижнего Новгорода. На ринге турнира встретятся призеры международных соревнований, чемпионы первенства России, мастера спорта международного класса. Помимо этого в турнире примут участие двукратный чемпион мира, чемпион Европы, четырехкратный чемпион России по боевому самбо Александр Нестеров и неоднократный чемпион Азии, победитель азиатских игр 2021 года Дидар Бабаев. Получается, у нас на любой вкус. Мы, получается, даже проследим такую, может быть, когда будут родители здесь с ребятишками на трибунах смотреть, мы проследим, как происходит, так сказать, возмужание, что ли, да, и рост спортивный от самых маленьких до молодежи и уже выше, до профессионального спорта. Это, в общем-то, вот все эти моменты мы увидим. Такого формата турнира в Сарове еще не было. Гостей вечера ждут захватывающие состязания, а также знакомства с лучшими спортсменами мира. Александр Иншаков – актер, режиссер, сценарист, кинопродюсер, каскадер и мастер боевых искусств. Роман Власов – двукратный чемпион олимпийских игр, четырехкратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы, неоднократный победитель по греко-римской борьбе, заслуженный мастер спорта. Мы пригласили Раиса Рахматулина, это не наш нижегородец, один из самых титулованных самбистов вообще в мире, семикратный чемпион мира по самбо. Ну, еще множество-множество гостей, чуть меньше, может быть, регалиями. Ренат Лаишев, в недавнем прошлом президент самбо-70 – это одна из крупнейших, одна из сильнейших школ самбо в нашей стране, это московская школа. Профессор, заслуженный тренер России, в общем, тоже очень известный человек. Всероссийский турнир по самбо памяти заслуженного тренера России Виталия Карловича Михайлова пройдет 21 февраля в Ледовом дворце, начало в 19.00. Билеты можно приобрести в кассе Ледового дворца. Чемпионат города по зимнему палеотлону прошел в Сарове. Традиционные сезонные соревнования состоялись в два этапа. Участники состязались в стрельбе из пневматической винтовки, силовой гимнастике и беге на лыжах. Соревнования по палеотлону проходят в Сарове четыре раза в год. В зависимости от сезона спортсмены соревнуются в тех или иных дисциплинах. В многоборье всегда входит стрельба, зимой включаются лыжные гонки, летом метание гранаты, спринт, кросс, плавание. Испытать свои силы в палеотлоне могут как взрослые участники, так и дети с 9 лет. Чемпионат города по зимнему палеотлону прошел в два этапа. В первый день спортсмены состязались на базе ТИРа школы номер 14. Мы очень усердно стараемся, по четвергам уходим сюда заниматься, стреляем. У нас есть час, мы занимаемся, стреляем. Просто готовимся ко всем соревнованиям. Нам сообщают заранее, мы готовимся. Где рассчитываешь сегодня показать наивысший результат? Как в дисциплине делать? Ну, я думаю, больше в стрельбам. Почему? Ну, у меня больше стрелять получается. Участникам предстояло показать свою меткость в состязании в стрельбе из пневматической винтовки. Следующий этап – силовая гимнастика. Для женщин – сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. Для мужчин – подтягивание из виса на высокой перекладине. По словам председателя городской федерации палеотлона города Ирины Лобачёвой, спортивное многоборье – расширенный и более профессиональный вариант комплекса ГТО. Если вы знаете, что такое ГТО, то это вот более расширенный, более профессиональный уровень ГТО. Ещё у нас происходят выездные соревнования, которые два или три раза в год мы, в принципе, выезжаем. Это Кстово, Нижний Ровгород мы выезжаем. Предполагается российский формат, ну, если закладывается, если есть желающие. Также в рамках состязания участники сдавали бег на лыжах. По результатам городского чемпионата по зимнему палеотлону сильнейших пригласят на выездные соревнования. Юбилейный 45-й лыжный мемориал Музрукова пройдёт на лыжной базе. На массовый праздник спорта приглашают всех желающих саровчан. На соревнованиях предусмотрены и спортивные забеги для тех, кто хочет посостязаться в лыжных гонках. А 17-18 февраля на лыжной базе пройдёт юбилейный 45-й лыжный мемориал Музрукова. За два дня на стартовый идут порядка двух тысяч человек в нескольких забегах. В соревнованиях также примут участие спортсмены не только города Сарова, но и иногородние спортсмены. Дистанции это традиционные. 15 километров это спортивная дистанция. Также 10 километров спортивная дистанция для юношей у нас младшего возраста. И 5 километров спортивная для девушек и женщин. Также в рамках мемориала пройдут забеги на 3 и 5 километров в рамках сдачи норм ГТО. На двухкилометровую дистанцию без учёта времени выйдут руководители вне города и ветераны спорта. В массовом забеге смогут принять участие все желающие. 18 февраля пройдут эстафетные гонки среди всех возрастных групп. На мемориал ожидается гость. Это Никита Крюков. Он является олимпийским чемпионом, неоднократным победителем этапов Кубка мира, чемпионом мира. Будем надеяться, что у нас пройдёт встреча с воспитанниками спортивной школы, где он поделится информацией, то есть, возможно, как он пришёл в лыжные гонки, чего он достиг. Мы ждём от него общения с нашими детьми и, в принципе, с жителями города. Для спортсменов лыжный сезон в самом разгаре. Они участвуют в различных соревнованиях, турнирах и гонках. Недавно для лыжников завершились областные соревнования памяти члена сборной Нижегородской области Динары Гаджиевой. Саровчане показали достойные результаты и стали победителями и призёрами. Спортсмен Шор Атом Дмитрий Сюндюков отобрался на первенство России в возрастной категории 15-16 лет, которое пройдёт в Сыктывкаре. Также впереди у юных лыжников первенство с Шор Атом и состязание для маленьких спортсменов – достойная смена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова